Всем привет, уважаемые телезрители. Мы продолжаем прохождение игры Эверквест 2. И в этой серии мы будем убивать... Друла. Или, по крайней мере, попытаемся убить этого Друла. Сейчас... А, я сейчас хотел показать вам ролик, как мы это делали раньше. Так, вот он запускается. Ладно, мы не будем смотреть, там много мата. Откуда взялся мат, я не знаю. Поехали дальше. К Друлу пойдем в гости, сходим. Так, идем мочить Друла. Ой-ой-ой, рабочий стол надо выключить. Так, удалить. Да, ролик очень старый был, я совсем забыл, что там песня такая с матом. Здесь, кстати, на меня нападает, должна напасть какая-то толпа гопников. Вот, когда я сюда иду, вот, уже напала, походу. Олени напали просто. Олени. Так, привет, олени. Сейчас будем вас разбрасывать здесь по местам. По понятиям будем разбрасывать. Так, один минус. Отошел отдел. О, вот, где мы? Мрачная лень. О, у них даже есть сундучки. Мы отжали у них сундук со шкуркой. А предлагает задание Вестник Времен. Так. Очень интересно. Давайте посмотрим, что это за задание такое. На меня напали темные и странные создания. Я нашел это на трупе одного из них и некий странный знак. Предназначение, смысл которого мне не ясен. Мне нужно найти опытного охотника. Может быть, он что-то сможет мне рассказать. Так, давайте изучим и посмотрим. Так, это уже че... Что? Тра-ля-ля. Здесь... Они были агрессивны, одержимы, расстроены. Если в мире новая сила. Возможно, один из величайших охотников на Нараде по имени Греймс Тормшот сможет мне помочь в этом деле. Последний раз увидели в Ярсадских пустошах. Нет, нет, нет. Я не пойду в Ярсадский... Ярсадские пустоши, я не пойду. Слишком далеко отсюда. Это не для меня. Идем убивать Друла. Так, пять секунд. Я посмотрю, где вход к этому Друлу. Помню, что у него... Там несколько. Так, нужно найти в героическом инстанции долина Кровавого Черепа. Чтобы попасть в этот инстанции, отправляйтесь. Так, вот сюда отправиться мне нужно будет. Затем возьмите вправо по узкой долине. Вход находится в точке такой-то. Друл уж воспоминанием. Да, мы сейчас попробуем зайти к нему в гости и посмотрим, что он из себя представляет. Но я думаю, мы вдвоем не справимся. То есть, с Петом. Это будет слишком круто, если мы вдвоем его завалим. Но попробовать можно. Если что, можно будет потом прийти сюда с наемником. И тогда, я думаю, мы уже наверняка его убьем. Ну, или кого-то попросить нам помочь. Так, ну, друга моего здесь нет. А вот... Так, поиск игроков, допустим, в этой зоне, да? Кто у нас здесь? Тут в этой зоне три человека сидит. Кто-то 11 уровня даже есть. Да ладно, все, позволили. Я завалил. Только не помню, какого левела. Он маленького был точно. Но сейчас-то он не маленького. Сейчас он для меня-то большого. Нет, он где-то примерно 21 уровня, нахуй. Этот друл является. Попробуй сначала сам. Да, я попробую обязательно. Сейчас подойду. И... Пойду, его завалю. Проверим, что там в гильдии у нас. В гильдии все, тихо, никого нет. Идем дальше. Подожди, стоп, 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 что это такое? Сломанный меч у генерала Друла взять? А, типа вход там, а взять надо тут. Все, понял. Там постоянно путаница. Я с этими зонами путаюсь постоянно. Да, вот дорога она ведет. Это ущелье наше. Нужное. Сейчас посмотрим на Друла. Ну, Друла это обычный этот орк. Такой страшненький на вид. Злой, типа. Думаю, что мы с ним справимся. Без проблем. Так, вот эти ворота, если я не ошибаюсь. Да, вот эти ворота. Долина Кровавого Черепа. Сейчас я уточню в энциклопедии. Не изменилось ли что-нибудь в нем. Возьмите вправо по узкой долине. Вход находится в точке такой-то. Так, начиная с доступа. Не нужно для тех, кто выполняет квест-возвращение света. Долина Кровавого Черепа. Каждый член должен поговорить в точке такой-то. Он прикрылся за большим в Россите. А, крепость Маулика мне нужна, чтобы войти туда. А он сидит за камнем здесь, этот чувак. А, вот он. То есть, если с ним не пообщаться, то мы попадаем не туда, куда надо. А, тише ты. Ты что, не видишь, что я скрываюсь? Пригнись, пока тебя не заметили орки. Отдельный... Ну, давайте, пригнемся. Да, сейчас я спрячусь. Так. По-моему, так вот спрячусь. Да, вот, все. Я достаточно спрятался. У нас орки не спадет, ничего. Отдельный совет. Что ты здесь делаешь? И пригнуться. Вот я пригнулся. Пригнись и замри. Мне кажется... Сюда идет орк. Ну, так слушай. Владыка дал мне приказ выяснить, где находится база орков, с которой они совершают свои набеги. Как видишь, это очень похоже на передовой лагерь. У меня нет времени возвращаться во Фриберд за подкреплением, поэтому в этом деле мне понадобится твоя помощь. Что скажешь? На, попробуй. Погоди, тебе придется рассказать мне больше, если ты рассчитываешь на мою помощь. Ты в своем... А, так, стоп. Вот он. Говорит, типа, надо рассказать, да? Я не должен делиться с тобой этой информацией, но, похоже, у меня нет выбора. У меня нет выбора, так как город мне в помощь отказал. Дело вот в чем. В последнее время участились набеги орков на Фриберд, и владыка решил положить этому конец. Там не набеги орков, сейчас там набеги драконов на город, да я смотрел. Так, и владыка решил положить этому конец. Он разработал план убийства их полевого командира, надзирателя Маулика. Разведчики доложили, что у него довольно слабая охрана, поэтому план должен сработать. Что-то у нас... Тут у нас в сцене не появляешься ты. Так, я могу собрать могучих союзников. Да, вот он, один из могучих союзников. Вот это пекарь стоит тут. Королевский пекарь. Прекрасно. Тебе понадобится группа опытных искателей приключений. Дюжины полторы, не меньше. Полторы дюжины, это значит, что 12 плюс 6. То есть, 18 человек. Он говорит, не меньше 18 человек, нам предлагают. Если хочешь узнать мое мнение, хотя точно утверждать не берусь, некоторые из вас вроде бы довольно могучие маги. Когда будете готовы, я дам вам ключ, который я сделал из обломка корычьего оружия. Он откроет нужную вам дверь, когда вы разберетесь с охраной. Хорошо, давай ключ. Это безумие, у меня это время такая глупость. Так и хочется от этого выбрать. Хорошо, давай ключ, чем они, я готов. Вот, все готово. Сразу после того, как вы начнете операцию, я направлюсь во Фрипорт. И доложу о том, что вы предприняли попытку убийства Маулика. Пока орки будут в смятении, мы нападем на них и закрушим этих мерзких тварей во имя Владыки. Слава Владыке. Слава Фрипорту. Да, Лукан Делиры. Слава Лукану Делиры. Войти в долину кровавого черепа крепость Маулика. Да, войти. Сейчас я еще раз... Так, я посмотрю сейчас чатик на Кибергейме. Здесь все норм и тишина. В чатике. Так, на Гудгейме все нормально. На СК-2 тоже. Все, отлично. Откуда он взялся? Чувак 20 уровня. Что-то здесь какой-то друг другой. А, я сразу вперед прыгнул здесь. А что он? Почему он один? Они же обычно нападали по несколько штук. Ничего себе, он моего Пета убивает. Смотрите, что он делает. Хороший сук. Тут тоже нормально. Как казуалили. Да, я помню раньше, мы когда заходили сюда, вот шаг сделаешь вот в эту сторону. Почему-то сразу здесь маращи появлялись около дверей. Как только сделаешь в эту сторону шаг, сразу сюда бежит там толпа или две толпы этих мобов, которые тебя готовы убить. Она не готова убить, а прямо тебя сразу убивают сходу. Весь всякий там. Я нашел мозг орка. Вот она, дверь была. Мы вот здесь вот, я помню, мы вот тут всем нашим рейдом собирались вот на этом камне и стояли тут, молились, чтобы кто-нибудь случайно не сагрил лишнего моба. Который, если сагрил, то все сразу все падали. Да, стадо орков бежит и группа вайпс. Совершенно верно. Тут столько было вайпов. Это капец. Я помню, помню это время. А сейчас, видите, сейчас я спокойно хожу, тут и никто, ничего не бегает. Так что можно пойти просто и убить друла. Тут их даже меньше стало гораздо. Ну, потому что, похоже, игроков стало меньше. И, видимо, некому убивать друла. Поэтому и облегчили. Можно вот так вот сделать сейчас. Да, сейчас я схожу дальше вглубь. Я даже помню, они инвиз полили. То есть, чтобы пройти в инвизе, надо было вот по верху идти. Вот по верхней этой кромке там скалы. Вообще, очень далеко от них. И вот так обходить. Давно игру подстроили под соло прохождение. Я, честно говоря, давно не играл в эту игру, поэтому. А где друла-то? Друла же нету. Надо всех убить, что ли, получается, чтобы друл появился. Вот тут вот под деревом чувак это стоял, друл. Я помню, мы обходили его сзади и убивали. Где друл-то? Друл. Оба-на. А вот и... О, нет! А вот и... Как, как так? Инвиз, что ли, упал? А что там они делают, кстати, эпики эти? 23-го уровня эпики. Я, может, вообще не в ту зону зашел. Здесь часто вот с этим путаница была. У меня вещи сломались. Чуть-чуть. Где там раз? Где мой пет? Поднимись, пет, я призываю тебя. Я злой некромант. Восстань. Задо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот и... Чуваки пришли! Ииии, жесть! Ииии, вот так и было раньше тоже. А потом просто уходишь, сломанный весь, поломанный отсюда. А почему они пришли-то? Я же никуда ничего не делал. Спокойно стоял тоже. Что-то зона не та. Наверное, зона не та. Так, ну у меня стоит таймер здесь. Так, что там с таймерами? У меня сейчас... Ёпарас, это... Ладно, я отсюда валю. В любом случае, нам не одолеть это... Этой тварей без... Без подмоги. Посмотрим зону раскопки. Мне кажется, что-то с раскопками тут. Да, я сразу автоматом попадаю на раскопки, потому что туда я уже не зайду. Там у меня встал таймер. Пехотинец кровавого черепа. Что они от меня хотят? Пехотинцы, вы чего хотите здесь? Так, ну это другое. Другая зона. Это однозначно, здесь вот чувак стоит. Поэтому он там вообще... Нетрабандист. Натрабандист. Орк. Так, парафином заберу, а остальное мне... Ну давайте от этого тоже заберем. Шкуру орка... Кстати, шкуру орка это же для... Да, тоже забираем. Он же мне нужен. Я должен его изучить. Изучить. И вот эту штуку тоже поместим в... в наше подземное книгохранилище. Так, что тут у нас не так? Квест бери. Блин, он дает квест на... Вообще на другое на что-то. Соблюдая осторожность. Для того, что... Я не хочу сейчас этот квест сделать. Я понял, что за квест такой. Это у нас квест на... в эти вот механизмы их-то надо долбить. Да, что ты говоришь? Я сейчас тебя убью сам. Он говорит, что я там... Такой-то нубас пришел. И... Нужно уйти в инвиз здесь. Проверим. Эту зону. Да, это зона с этими... с факелами там. Здесь надо все поджигать. Крушить, ломать. В общем. Вот это точно не та зона. Здесь нет никакого друла у нас. Какие-то батраки здесь стоят. Землекопы, видите. Это все не то. Я помню эту зону. Здесь нужно знать, что здесь нужно вот эти факелы доставать. И поджигать вот эти вот механизмы. Вот эти вот... Вот видите, они даже... Рука здесь активна. Скликаешь. Они же... Они горят. Вот эти механизмы. Вон там, вон юрты, дома. Это не тот... Не тот квест. Не те задания совершенно. Ты всю луку, похоже, сагрил. А не поэт инвиз. Привет, тордек. Да, тут кто-то спалил у нас инвиз. Доклад. Бери это на язык. А, доклад на язык. Все, понял. Пойду возьму. А я что-то не беру. Везде пропускал этот доклад. Ох, а уже нету доклада никакого. Все, финиш. Я не хочу делать задания для свободных земель. Я вот это вот свет камень сделаю. Как бы эпик. А вот... Ну... Задание наследия. И все. А вот эти вот всякие разные я не хочу делать. Гру. Друлана точно в пати. Там три волны мобов. Я хотел взять наемника против Друла. Я не знаю, поможет мне это, не поможет. Какого-нибудь там танка взять. Крутого, например. ДПСер, не знаю, поможет. Не поможет. Лучше танка взять наемника против Друла. Я спалом делал с большим геморроем. Я палом делал. Ага. Ну, я, может, тоже паладина возьму. Вот этот. Как его? В пати. Ну, наемниками я имею ввиду. В общем, с Друлом разобрались. Я только что залочил эту группу, этот инст. Так, где они? Так, обычные. Да, вот долина кровавого черепа. 11 часов. Все, я туда не могу попасть. Так что мы забываем об этом Друле на 11 часов. И идем в граммовые степи для того, чтобы... Где мой конь, кстати говоря? И я пойду на Грифоне полетаю. Для того, чтобы выполнить квест, который скалируется по уровню. С этого синего камня, который у меня лежит в инвентаре. Вот он, этот камешек. Потемнейший лазурный осколок. Сейчас пойдем с Друлами, ой, с Друлами, с Гнолами пойдем воевать. В граммовых степях уже. Этот камень мне пришел по почте. Вот, я открыл почтовый ящик. И здесь был среди них... Вот, таинственный осколок. Вот он был. Шейди Лавкач мне его прислал. Видимо, он один из предателей, там, Гнольских. Не знаю. Он решил, видимо, на своих навести. Да, я бы хотел в путешествие отправиться в станцию Фрейпорта. Если что, хороший ресурс на рад.ру. Да, я уже показывал в мастриме этот ресурс. Мы там уже... Я там уже открыл эти два задания. Один... Одно задание это светокамень. Возвращение света как раз вот Друл и все дела. А второе это потемневший осколок, куда мы сейчас и летим. То есть мы летим в граммовой степи выполнять этот пресс. Из этого камня. Не помню точно название. Точно название на рад.ру. Могу скопировать. Так, вот. В чате. А, и на Гудгейм. Вот здесь мы сейчас летим делать квест. На Гудгеймик, главное, правильно отобразился. Вот этот вот потемнешний осколок. А на Скадо АТВ отобразился какими-то каракулями. Где наша присталь? О, опять ночь настала, да? Что, серьезно? Ночь настала? Так быстро? Что себе? Я думал, долго будет идти это дело. Оказывается, это не долго. Достаточно быстро. В общем, получается, не 45 минут, а поменьше, наверное. Полчаса. Полчаса ночи, полчаса день. Что ли? Что ли там где-то? Так, нужно спуститься вниз. Что-то у меня падение. Почему-то у меня было же от падения какая-то штучка была. Вроде оно. Грациозное падение. Я его что, не заюзал? А. Вот так оно работает. А, когда на коне, оно не работает, по-моему. Ну-ка, на конь. Работает сейчас тоже. Все нормально. Тут раньше стоял, кстати говоря, гоблин, этот, продавал лотерейные билеты, и здесь люди покупали эти билеты лотерейные и играли в лотерейку. Лотерейку. Внутриигровую. Ну, я думаю, это опять-таки. С World of Warcraft было где-то. Припорт. Давай. Громовые степи. Вот здесь вот громовые степи и Антоник, это противоположные фракции. Да, давно убрали уже, по-моему. Год или два назад. И даже больше. Никаких больше азартных игр внутри игры нет. Во, новое задание, потемнейший осколок. Вот он как раз. Мне довелось услышать историю о странных каменных пирамидах, которые появляются то тут, то там, в громовых степях, а следом за ними группы гнолов. Ходит слух, что людей, которые давно уже пропали без вести, как раз похитили гнолов. Вот, берем этот квест на вот этот камень наш. Ну, он уже почему-то дал квест, но он опять вот вылазит. Продолжить течение осколка. Сосредоточиться на образе. О, картинка его здесь, вы смотрите. Пропала картинка. Интересно сделали, конечно. Мне нужно найти объект, который я видел внутри драгоценного камня. Вот этого вот. Вот, лазурит. То есть, ну, гноль этот, как его... Врата гнольскую нору, так скажем. Через 15 минут начнется стрим на главной. СК-2ТВ, прайм-тайм. Будет игра Desperate Mods. И я закончу свой стрим, чтобы посмотреть прайм-тайм. Осталось 15 минут. Ну что ж, воспользуемся грифоном. Тут грифон... Так, ручной грифон, смотрите. Я бы хотел отправиться в путешествие. По-моему, эти чуваки где-то... Вот тут вот обитают. Дистанция деревни Грозовых Туманов, насколько я помню. Может, не стоит лезть к ним. Они скалируются по уровню, так что к ним стоит лезть. И этот квест надо сделать. Иначе камень так и будет у меня болтаться здесь. Ну и вообще прикольно же, вот этот вот... Выполнить квест еще один. Тем более, он долинный квест. Это что-то типа наследие, но не наследие. Да и бобров здесь нет. Так что, я думаю, что это будет легко. Давайте посмотрим вообще, кто тут есть. Так, новый поиск. Здесь только я. Здесь даже нет никого вообще. В свободной земле хоть какие-то еще... Вот, смотрите, видите, тут штучка. Какие-то они красные там. Ой-ой-ой. Тут все какие-то красные и агрессивные. Ничего себе. А я-то не смогу туда залезть. Смотрите, они... Они нам... Мне просто не дадут пройти тут. Попробуем в инвизии зайти. Мне нужно только внутрь попасть. Вот это самое главное. Остальное... Не важно уже. Вот, они не агро стали. Отлично. Мне надо вот этот телепортер использовать сейчас. И... И все будет хорошо тогда. Все, отлично. Смотрите, я зашел... Винвизи прошел и зашел в их телепортер. Все, следующие... Как сказать... Следующие часы там... Часов 12-16 я проведу внутри. Тут куча квестов. Они там некоторые повторяются и так далее. Активный терапортер. Ничего себе, вот название такое у него. Видите, они здесь... Они здесь не агро, они все добренькие тут. Беленькие тут. Как бы все за своих принимают меня. Стоп. Я за гоню вис. Оба-на. Агро. А, ты белый он стал. Ягро. Здесь, я помню, где-то должны быть такие чуваки, которые продают там всякие штуковины. Квесты дают и продают что-то. Еще телепортер. Наверное, я мимо них пройду. Да, вот так вот. Нет, забавные квесты здесь. Я помню, это все дело. Вот здесь закрыто. Жалко, нет карты, чтобы ориентироваться. Странно, здесь все запечатано. Неужели их надо всех убить тут? Вырезать? Я не хочу заниматься геноцидом каким-то. Ну, здесь должен быть лагерь такой. Я точно знаю, что там дают квесты. И вот эти все квесты нужно выполнить. Это уже обратно ведет. А сейчас я почитаю сайт, что там пишут на marat.ru в энциклопедии нашей. Так, и здесь несколько телепортеров, четыре штуки. Так, потом... Когда найду его, надо зайти в зону, треснувшая лапа в повреждении во мрак. А на зону для соло-прохождения можно пройти группу. Опасайтесь похитили тел охраняющих тела от терапортера. Блин, ну, гноут, который не обновляет задание. Понятно. Я не знаю, куда сейчас попал. А, как это посмотреть? Треснувшая лапа пога... Что пога? Как узнать текущую... Текущую зону, я не знаю. Ну, пога-то какое-то погружение, может. Погружение во мрак. Да, вот я зашел в погружение во мрак. Если меня... А, похититель... 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 Тел... Маш... Маш... Гнол... Охраняющих телепортера убьет. То он меня перекинет в другую зону. Ну, называется Треснувшая лапа в плену у гнолок, который не обновляет задание. Там, видимо, оттуда выбираться надо уже. Вот, оказавшись внутри, вы должны разыскать драгоценный камень. Чтобы это сделать, вам необходимо открыть сундук, расположенный в нижней части подземелья. Медный ключ, открывающий сундук, находится у фанатика. Тэш Вал. Он находится в точке такой-то... Как только убьете фанатика, получите ключ. Рядом на столбе в недостигаемость. Так. Ну, в общем, сейчас убиваем фанатика. Тэш Вал. Чтоб забрать ключ. И открыть сундук нам надо будет. Ищем фанатика. Фанатик, ты где? Шарлаттан здесь ходит у нас. Ох ты. А как так? Чего он так долго... Так далеко, что ли, видит? Ох ты, я получил новый уровень. Отлично. Очень хорошо, что я получил новый уровень. Для опытного пики. Ну, давайте возьмем, может пригодится где-нибудь. Так, я обновил какие-то эти свои заклинания. Сейчас проверю. А замена мучительной Узы на мучительной Узы 2? И все, что ли? Только мучительной Узы? То есть, вот эти вот. Да. Какие-то корни здесь растут страшные. Так, я войны на этом серве никогда не было. Квесты, если они тебя поймали и посадили. Ну, это да, они могут посадить там какую-то темницу. Но еще есть квест на вот этот камень, вот, синий. Потемнейший лазурный осколок. Это дается в наградах. Но сейчас он пришел мне по почте. Один, два, стоять. Смотрите, он уже девять на 100 уровня стал. Какие. Накось. Еретик. Ах ты, еретик. Вот тебе за это. Изгоним из него. Диабло. Вот. Хорошо пошла. Давайте. Все вместе синхронный танк сделаем. Сейчас тут. Кто-то не выдержал. Да, они все выдерживают такой напряженный ритм. Видите, вот они некоторые падают. У меня мышка реально тухнет, что ли. Я не помню, что она заедает. Я не знаю. Это терапортер сломан. Воришка, амбал, рудокоп. Ну, я что, всех подряд здесь буду убивать? Наш масс. Еретик наш масс. А мне кто нужен-то? А мне нужен... Фанатик Тэш Вал. Он находится в точке такой-то. Так, давайте я сейчас сразу вставлю точку. Узарапатор ко мне идёт гости. У меня даже карты нет. Так, кстати, возвращение света я уберу-ка я отсюда, чтобы он не мешал мне. У меня нет дорожки туда, вообще ничего нет. Походу, надо здесь всех перебить. Что-то жёлтеньких не очень хочется начинать. Подхалим. Нишмак. Так, Нишмак. Нам нужен Тэш Вал. Тэш. Тэш Вал. Давайте убьём, ладно. Хорошо, вот этих беленьких всех завалим сейчас. Привет, ребята. Я тут хотел спросить, как мне тут пройти... Не знаю, там... Метро там... Найти ближайшие. Найти ближайшие. Капец. Еретикам. Наказали всех еретиков. Сожгли их на костре всех. Да что ты такой самый стойкий? Давайте мечом. На тебе. Зарезал я его. Как собаку зарезал, короче. Он даже пискнул. Следует направиться на восток, написано. На восток, это у нас туда. Хорошо, мы туда и пойдём. О! Отлично. Давайте, ребята, давайте. Сейчас, я хваю. Ох, я ещё узор Патра подцепил. Видимо... Это может мне стать дорого очень. Сейчас проверим, насколько дорого это будет стоить. Давай, у нас вор Патра. Сейчас мы с тебя сделаем. Делаем сэндвич. Какой-то твёрдый. Долго что-то ломается. Видимо, у него вещи хорошие, шмотки. Он бы до этого наубивал нубов. И собрал с них кучу шмоток. На плечи на доспех. Я же говорил, потому что у него куча шмоток здесь на нём. Так, доспех какого уровня? 20-го. Попробуем разобрать его. Но что-то не получается. Нельзя преобразовать. Говорит, типа... Только продать, походу. Ну ладно, продадим потом. И на нас какая-то фигня наложилась. А, здесь есть проход. Смотрите, какие хитрые разработчики. Узурпатор, да? Узурпатор. Ну мы их тоже сейчас, смотрите, в два счёта убьём здесь всех. Цып-цып-цып-цып. О, все пришли давать. Кровавое облако. А, ой, ешь. Ну вообще отлично, красота. Смотрите, как они хорошо стоят. Все. Ничего больше нет. Я уже, наверное, на гнолов могу учить язык там, или что-то в этом роде. Воу, воу, воу. Ничего себе у него там. Он меня электрошоком пытался успокоить. Видели, да? Жесть. Ничего себе уволен. Смотрите, еще раз. Ты убери эту штуку свою. Это же серьезно, для взрослых. Смотри, если пользуешься штучками для взрослых, то и ответственность не чешу тоже по взрослому. Вот так вот, да. Крестик на тебе. Рудокоп, да? Так, сейчас подхилим Петика и продолжим развлекаться с именовыми. Рудокопы. О, смотрите, у них есть, смотрите, два рудокопа. Один поставщик и один амбал. То есть, амбал, типа, их защищает, а поставщик, там, не знаю, поставляет им что-нибудь. Там, еду, там, мясо девок, девушек. Танцовщиц, там, например. А рудокопы пашут. Вообще, работа у них, как, как, евроса... европейский стиль. Там фитнес сняла. Да что такое? Я не успеваю выделять и не умираю. О, я достижение получил, убийца. Кстати, я так и не добрался до достижения, хотел вам все показать. А здесь, смотрите, есть достижение. И здесь можно смотреть, какие последние достижения я получил. Убийца гнолов, охотник на нежить, убийца вампиров, защитник темнолесь. У меня мышка заколебалась уже. Сводка, так, задание, да, вот. Надо 10 выполнить заданий, чтобы... Ваше задание выполнить, 10 миссий. Так, миссий у меня нет. Квестоголик, выполните 500 заданий. 148 заданий я уже выполнил, смотрите, квестов. Ничего себе. Кстати, через одно задание я смогу выполнить, знаете что? А, здесь есть... А где оно? Какой-то вызов у меня был. У меня был квест, вызов там 20 уровня, если я достигаю. То мне дали какой-то этот... Или уже дали мне его. Настройки. А, сейчас... Мне должны были дать... Да, вот, скорее всего, это оно, Ретцердельера. Дали, наверное, вам. Я тоже люблю, люблю ачивки. Да, у меня вот, смотрите, ачивки здесь есть. Ну, мне сейчас, скорее всего, нужно вот этот расколотый землю, вот, выполнить. 50 заданий в темнолесе, и я эту ачивку получил. Всё, Антонику я ещё не выполнял. А, свободных земель тоже, видите, ничего не выполнял. 50 заданий свободных, 50 заданий свободных земель здесь. И на Рацкирос... Так, Фрипорт, Кейнос, тоже ничего не... Все линейки заданий написаны. Ничего себе. Кейнос, Фрипорт, завершите линейки заданий. Фрипорт, герой Халаса. Называется, свободных земель, зачарованных земель, громовых степей. А где здесь лес Никтулус? Вот, кстати, следующее у нас идёт лес Никтулус. Ну, пойдём его будет. Кстати, время Прайма, хотя я бы лучше Эко посмотрел дальше. Да, уважаемые зрители, до времени уже, кстати, началось Прайм. Сейчас я посмотрю, что там у нас. Нет, Эко мы в любом случае продолжим, но потом. Ну, не сегодня, точно. Возможно, завтра будет. Примерно где-то часов... Вот как раз вот в это время. 18.00 по Москве. Да, уже тут пошло. Я так смотрю на картинку. Всё, у нас новое. Да. Камера зависла. Уже начался Прайм. От Displayed Gods. Поэтому... Спасибо всем, кто смотрел стрим. Приходите ещё, подписывайтесь на мой канал. Ставьте плюсики в Твиче. В Твиттере, то есть, подписывайтесь, чтобы узнавать анонсы. Но я стримлю пока, к сожалению, нерегулярно. Смотрите на Ютубе все записи воды. Всем пока. Спасибо. Спасибо.